Из мира виртуального вернемся в жизнь. А там что? Нет, не свинство, а там прекрасные мини-пиги. Прекрасный кирилл пищальников. Ну, почти что свинство, да. Был я на параде мини-пигов. В параде? В параде. И познакомился с потрясающими, я бы даже сказал, героическими людьми. Я чуть позже объясню, почему они героические. Ну, вот, да, казалось бы, вот именно что-то похожее я и ожидал увидеть. Маленького, крошечного. Но, смотрите, они растут. Они растут. И оказалось, что мини-пиг, друзья мои, это вот вполне себе вот такой вот хряк в холке, достигающий 70 сантиметров. Ну, и, так сказать, если он встанет на весы, они запросто могут показать 150 килограммов. Понимаете? Мини-пиги – это не мини-пиги. С какой-то стороны там должно быть слово «Макси». Может быть, это какой-то, ну, так сказать, экземпляр? Может, это просто слишком добрые хозяева? Нет, мини-пиги. Ну, да, селеть, да, селекционеры пытаются вывезти так называемых, так называемых, там, микро-пигов. Но пока мини-пиги – это, в общем, если ты его будешь кормить и не будешь с ним гулять, то вот запросто, вот, он до двух лет он растет, а потом он кабанеет. Так это из человека. То есть толстит. Не будешь гулять и будешь кормить. Там такой, знаешь, цок от копытицы. Ви-ви-ви! Он так бежит, и тебя, Таня, бежит, бежит и сбивает с ног. Ну, да. Да. То, что каково. После второго года. А скажи, пожалуйста, вот с точки зрения интеллекта. Они умные. Умные? Они умные. А тебе поговорить не с кем даром. Нет, ну, есть с кем поговорить – поговори со свиньей. Прекрасный рецепт. А почему они такие разные? Есть темные, светлые, это порога. Колоссальное количество, да, окрасов. Но они, в принципе, все одинаковые. Они все вырастают до 170 килограммов живого веса. Все все-таки. Ну, неизбежно. Ну, если только не посадить на глубокую диету. Не будем их мучить, остановимся на этом. Кирилл, спасибо тебе. Начинай эксперимент. Поживи полгодика, посмотрим, какие будут успехи у тебя. Полгодика с пигом? Да, да. У нас буквально пара минут рекламы, и возвращаемся сюда. Субтитры подогнал «Симон»